Средства связи или наживы? Новые схемы телефонных мошенничеств. Есть и способ защиты. Первое желание, конечно, перезвонить на номер, указанный в СМС, узнать, что случилось, вообще залезть в свой телебанк, посмотреть. Ночные гонщики с ангарскими лихачами будут бороться жестко, но по закону. Уже не можем выйти, как те же разбойники, и попытаться, значит, навести само правство казаки с нагайками. И вот-вот рухнет. Балкон в 89-м квартале сыпется на головы прохожим, а работники ЖЭКа и вуз не дуют. Ранее в ЖЭК обращались неоднократно, и посредством телефонной связи, и письменно, но никаких мер не принимается. В эфире программа «Местное время». В студии Данил Недзельский. Здравствуйте. Телефонные мошенники похитили с банковской карты ангарчанки 94 тысячи рублей. Полиция сейчас выясняет все обстоятельства происшествия. А тем временем горожане продолжают получать подозрительные СМС-сообщения. Изощренным методом современных обманщиков мог позавидовать сам Остап Бендер. Евгения Шильникова продолжит. Если раньше злоумышленники сами звонили предполагаемой жертве и выманивали деньги обманным путем, то теперь мошенники пользуются интернетом. Сразу на тысячи номеров приходят сообщения о том, что с карты абонента списаны средства. Первое желание, конечно, перезвонить на номер, указанный в СМС-ке, узнать, что случилось, вообще залезть в свой телебанк, посмотреть, куда эти деньги делись. Ну, первая волна психоза, скажем, схлынула. И решил все-таки успокоиться, посмотреть, что за номер. Столь трезво оценить ситуацию и не поддаться на уловки мошенников могут, увы, не все. Чаще всего люди перезванивают по номеру, указанному в сообщении. Поймать мошенников крайне трудно. Найти владельца номера, с которого рассылается спам, также проблематично. Сотрудники оператора мобильной связи даже не имеют права заблокировать таких лжеабонентов. Это пам-мошенничество отправлено через интернет, ну, то есть рассылкой массовой. Вы в будущем также действительно не реагируете на эти СМС. К сожалению, пока у нас нет возможности защитить от подобных сообщений вас. Но сейчас специалисты ищут решение для данного вопроса, как мы делать это будем. В ближайшем будущем они не должны поступать. То есть они через СМС-центр наш не будут проходить. Оператор сотовой связи может лишь внести номер, с которого пришло сообщение, в ваш личный черный список. Однако проблема давно приобрела общероссийский масштаб. И локальными мерами здесь не обойтись. Необходимо блокировать доступ к СМС-центрам на более высоком уровне. А пока этого нет, придется заботиться о сохранности своих средств самостоятельно. Евгения Шильникова, Дмитрий Новопашин. Местное время. С огнем справились в считанные минуты. Во вторник в три часа дня в одном из административных зданий на площади Ленина произошло короткое замыкание электропроводки и задымление. Ликвидацией пожара занимались огнеборцы пожарной части номер 60. Удознаватели устанавливают ущерб. И виновное лицо, если установится, то вообще по 20.4 ст. 20.4 Кодекса административных правонарушений нам предусмотрены штрафные санкции на граждан от 2 до 4 тысяч рублей. Сейчас штрафовый противопожарный режим введен. Пока виновник не установлен. К счастью, обошлось без пострадавших. Сюжет о ночных автогонщиках, показанный в нашей программе ранее, вызвал огромный отклик у горожан. Обсуждение шло в интернете. Звонки поступали и к нам в редакцию. Все, кого волнует проблема ночного автошума, могли обратиться в общественную организацию «Благо» по электронной почте и через группу в соцсетях. К проблеме подключились и рядовые горожане, и сами дрифтеры. О том, как видят развитие ситуации разные стороны, в репортаже Елены Токминой. Более 300 подписей за неделю собрала общественная организация «Благо» после выхода в эфир первого репортажа о ночных гонщиках. Такой результат не каждому политику под силу, особенно летом в период отпусков. А еще звонки, сообщения на электронную почту – вот насколько раздражают ангарчан так называемые дрифтеры. Наболевший вопрос заставил общественников написать официальное обращение. Были направлены письма начальнику ГИБДД города Ангарска с копией в управление Министерства внутренних дел. Поступило письмо в общественную приемную губернатора с копией в нашу ангарскую администрацию. А так и ждем ответа. В поисках решения проблемы «Благо» обратилось и в другие общественные объединения, например, в Казачий округ. Там пояснили, что готовы защитить ночной покой горожан, выставив специальные посты. Но для этого необходимо взаимодействие с полицией и властью. Мы же не можем выйти как те же разбойники и попытаться навести самоуправство казаки с нагайками. Поэтому все равно делается все по закону. Заключается договор, заключается соглашение с УВД, кто кому что предоставляет, как это все происходит. А потом это уже проводится работа. С пониманием отнеслись и байкеры. Они считают, что гонщикам пора объединяться, а не создавать проблемы себе и другим. Создать какую-то общественную организацию, либо клуб, выйти с письмами, с предложениями к заинтересованным организациям, то есть к ГИБДД, к администрации Ангарского городского округа, я думаю, что там пойдут навстречу в рассмотрении этого вопроса. В социальных сетях на организацию «Благо» вышли и сами дрифтеры. По их словам, они уже обращались в отдел по молодежной политике и ГИБДД с предложением выделить место для соревнований. Но им указали на дверь. Мы ходили, то есть результата никакого нет ни от администрации, ни от ГАИ. Сами же гонщики пока не видят необходимости в организации и проводят соревнования нелегально. В нашем городе никто ничего не готов делать. Просто людям надо где-то кататься. Машины есть, готовы жечь бензин, резину, а влаживаться как-то в это никто не хочет. Необходимость строительства специальной трассы, о которой твердят ночные гонщики, можно было бы понять, если бы не та угроза, которую они ежедневно несут своими действиями другим людям. Конечно, подавляющее большинство гонщиков – люди молодые. Возможно, они не осознают все последствия своих действий. Под окнами своих детей и родителей они не вдрифтуют, а чужих не жалко. За всем этим стоит еще и банальное отсутствие совести, а значит, нужны жесткие административные меры. Елена Токмина, Яна Попова, Дмитрий Новопашин, Михаил Терышкин. Местное время. Опасно для жизни. Жители 89-го квартала в буквальном смысле испытывают судьбу, проходя под одним из балконов седьмого дома. Дело в том, что уже не первый год балконная плита разрушается, а ее фрагменты сыпятся на головы прохожим. Почему конструкция пришла в аварийное состояние и что делать местным жителям? Об этом в материале Елена Милит. Не пешком, а, как правило, бегом преодолевают эту площадку местные жители. Они знают, что с самого верхнего балкона легко могут падать увесистые булыжники. Хозяин аварийной конструкции, Роман Суранов, уже и не помнит, когда в последний раз выходил на свой балкон. Двери на него прочно забаррикадированы. В управляющую компанию ранее в ЖЭК обращались неоднократно и посредством телефонной связи, и письменно, но никаких мер не принимается. Не то, что не принимается мер, но и управляющая компания, работники жилищной, коммунальной организации в эту проблему даже не вникают. То есть они не изучают, не признают ее существование. Перестала выращивать цветы на балконе и соседка снизу. Однако приобрела другое хобби. Теперь женщина собирает камни, которые периодически сваливаются с потолка. Ее дочь Марина Румянцева рассказала, что они боятся не только за себя, но и за случайных прохожих. Ведь в один из офисов на первом этаже часто ходят мамы с детьми. Здесь в момент того, как идут дожди, льется просто поток. Сюда заливает, на окна. То есть он как-то вот с крыши неординарно, так скажем, падает. Не по стоку, мы так понимаем. Заметили это после того, как велись работы по перекрытию крыши. Это лет, наверное, уже 10 назад. На некачественно выполненный ремонт водосток обратил внимание Роман Суранов. Во время дождя вода льется на балкон, из-за чего конструкция намокает и разрушается. Призывы к управляющей компании пользы не принесли. Тогда хозяин злополучного балкона пошел на крайние меры. Вот уже полгода, как мужчина, не платит квартплату. Должна четкая связь проследоваться. Если человек заплатил деньги, есть услуга. Не заплатил деньги, нет услуги. Платили деньги, балкон не делался. Не платим деньги, балкон не делается. Ничего не меняется. Дом обслуживает Агата Плюс. Мы связались с управляющей компанией, однако директор на данный момент находится в отпуске. А без своего шефа подчиненные как-либо комментировать ситуацию отказываются. Через неделю или через месяц удержать ответ коммунальщикам все равно придется. А пока жильцам и прохожим лучше обходить это место стороной. Елена Мельвет, Владимир Сильванов. Местное время. Ангарские правоохранители посетили детский загородный лагерь здоровья. Такие выезды сотрудники полиции осуществляют регулярно в целях профилактики безопасного отдыха детей. В лагере «Стражи порядка» провели с подростками беседы о правилах поведения и напомнили об ответственности за совершение правонарушений. Среди детей полицейские провели викторину на знания ПДД и безопасного поведения на воде. За участие ребят наградили почетными грамотами. В целях профилактики детского травматизма мы сегодня посетили оздоровительный лагерь здоровья. Провели с детьми викторину. Дети ответили на вопросы и показали хорошие знания о правилах безопасного поведения на водоемах, в быту, на дорогах. Подобные мероприятия проводятся регулярно. Посещать загородные лагеря правоохранители продолжат до сентября. «Где нашей земли край» – такое название носит персональная выставка Геннадия Неупокоева. Накануне состоялось открытие экспозиции в художественном центре. На суд зрителей представлено 58 работ автора. Это натюрморты, пейзажи, портреты и два автопортрета. Большинство полотен посвящено Северным Курилам, где в 60-х годах художник проходил службу в вооруженных силах. По собственному признанию автора, во время армейских будней он практически не расставался с кистью. И везде рисовал, потому что не рисовать и не писать там – это просто грех. Знаете, там до того красивая природа, руки сами тянутся к холсту, к кистям, и люди тоже интересные. Среди работ, написанных в молодые годы, на выставке есть и совершенно свежие творения, ранее нигде не выставлявшиеся. Оценить творчество Геннадия Неупокоева можно до 22 августа. Семейный портрет «С иркутском связанные судьбы» – экспозиция двух авторов под таким названием открылась накануне в выставочном зале Ангарского городского музея. Представлено 113 работ матери и сына. Это известная всей стране по графике для детских книг и иллюстрации взрослых художественных изданий Раиса Бардина-Шперко и ее сын, график и живописец Александр Шперко. Первыми выставку увидели воспитанники седьмого интерната. Также для ребят выступила музыковед Ирина Евдокимова. А, все-таки она виновата. Кто? Кто? Уделилась мама? Не попала определить, откуда звонила. Кто, кто, кто? Девочка в соме. Зачем она нагрубила? Работала она в то время, когда отношение к книге было очень бережное и очень такое внимательное. И когда над каждой книгой работали месяцами. А мы знаем даже случаи, когда и годами потом за них получали государственные премии за эти книги. На книжных иллюстрациях Раисы Бардиной-Шперко выросло несколько поколений детей. Она печаталась в изданиях таких авторов, как Астрид Лингрен, Марк Сергеев, Молчанов-Сибирский, Анатолий Шастин, Вячеслав Тычинин и другие. В скором времени в музее откроется персональная выставка ее сына Александра. Ангарский режиссер Геннадий Костылев, известный по полнометражным фильмам «Стилист», «Чужая жизнь» и по сериалу «Сибирчане», начинает новый 12-серийный интернет-проект под названием «Видящие мысли». Стратегию набора актеров режиссер изменил. Теперь бюджет каждой серии будет зависеть от взносов самих актеров. Взамен на это участники проекта получат полезный опыт. Съемки будут проходить на нескольких площадках Иркутской области. Главный герой, чуть не умерев, грубо говоря, на съемке на Байкале будет, он тонет, но его спасают. И после этого у него появляется способность, дотронувшись до человека, видеть, что человек скрывает. Этим самым я хотел бы показать, что все мы вроде мечтаем, чтобы знать, что близкие наши скрывают. На самом деле этого не надо, потому что у главного героя вполне возможно от этого его благополучная жизнь разрушится. Кастинг почти закончен. Осталось еще две эпизодические роли. В планах у режиссера полнометражный фильм с крупным бюджетом под названием «Никто». Необычно рано в этом году начался театральный сезон в Ангарске. Открыли его актеры «Чудака». Комната, где минувшим вечером играли постановку, не смогла вместить всех зрителей. Для такого аншлага нашлось сразу три причины, какие расскажет наш корреспондент Евгения Шильникова. В мае этого года театру «Чудак» исполнился 61 год. Трудно поверить, но ровно 50 лет назад, 28 июля, двери комнаты номер 11 Дворца культуры «Нефтехимик» открылись для Татьяны Шлепневой, которая сегодня исполнит свою сотую роль. Это сейчас молодежь стремится устроиться поближе к столице. А в 60-е годы прошлого века полные надежды и стремлений юноши и девушки ехали в глубинку строить новые города. Так в Ангарске оказалась и Татьяна Шлепнева. Устроилась лаборанткой на нефтехимический комбинат. А 28 июля 1965 года пришла записываться в Театр «Чудак». С тех пор актриса-любитель, которая даст фору профессионалам, сыграла 99 ролей. В прошлом году Татьяна Шлепнева предстала перед зрителем в образе Захара, слуги Обломова. Она настоящая чудачка, как и мы все. Она очень долго искала образ, парики, одежду и какие-то, ну так скажем, приспособления. Я поначалу пугался, она сначала там всегда чем-то гремела железом, показывая, что она не такой... Вон, Захар, недотепа. Била стаканы, роняла. Она искала свой образ. Я часто просто, ну, как актеры говорят, кололся на репетициях, смеялся. Пьесу для юбилейной, сотой роли искали долго. По словам режиссера Театра Александра Говорина, Татьяна Сергеевна отвергала все предложенные варианты. В итоге остановились на пьесе Эрика и Эммануила Шмидта «Оскар» и «Розовая дама». Мне 10 лет. Я поджигала дом, кошку, собаку, золотые рыбки при этом, наверное, поджарились. Пишу я тебе в первый раз, потому что раньше не было времени. Это такой семейный монолог. Это письма Богу, мальчика, 11-летнего, со смертельной болезнью. Это в наших взаимоотношениях человеческих, что надо проживать каждый день полноценно, не тратить его на шелуху различную. И особенно в семье. Любить друг друга, понимать друг друга, прощать друг друга. К удовольству актеров на спектаклях Театра «Чудак» практически никогда не бывает свободных мест. На бенефисе Татьяны Шлепневой пришлось выставить три дополнительных ряда стульев до самой сцены. Это ли не признание? Это ли не знак того, что театр нужен, что театр живет? Евгения Шильникова, Дмитрий Новобашин. Местное время. Луше касается и жизни. Мы считаем, что она вечно, бренна, неизменно и притворяемся бессмертными. И такова картина дня. Удачи в делах!